Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги Наимии, и сегодня мы читаем вторую главу этой книги. В месяце Ниссане, в 20-й год царя Артаксеркса было пред ним вино. Имеется в виду Артаксеркс Лангиман, потому что с этим именем были другие правители. Было пред ним вино, и я взял вино и подал царю. И мы в прошлый раз читали в окончании первой главы, «Наимия пишет о себе, я был виночерпим у царя». И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален пред ним. То есть человек пред лицом начальника, царя, он хочет выглядеть бодрым. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально, ты не болен, этого нет. А верно, печально сердце. Мы видим, что этот царь Артаксеркс Лангиман, он был очень проницательный человек, и он по лицу определил, что Наимия испытывает некое переживание в своем сердце. Мы знаем, что это переживание за Иерусалим и за народ Божий. А Наимия далее пишет, я сильно испугался и сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустение, и ворота его сожжены огнем. Он спешит, как бы сказать царю, что он не болен, он здоров, но вот есть проблема, которая известна царю. «И сказал мне царь», читаем далее, четвертый стих, «чего же ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю». Что значит «помолился Богу Небесному и сказал царю»? То есть про себя. Там «Господи, помоги». Человек не всегда уверен, какие слова надо говорить начальнику. «Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, и если благоволение раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Кто-то может подумать, что какой-то виночерпий испугался бы такое говорить царю. Но на самом деле виночерпий – это человек, который не просто подавал вино. Это человек, который дегустировал вино. Это человек, который распоряжался всеми виноградниками. Который пробовал вино, не отравлено оно. То есть это человек, который был в очень доверительных отношениях с правителем. Серьезный такой чиновник в этом царстве. «И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, то есть подле царя, сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься. И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». Мы видим, что и царь, и царица, они очень дорожили на Эмии, то есть они доверяли этому человеку, который был близкий к их телу, как бы сейчас сказали. И после того, как он назначил время, на какое время он хочет уехать, а потом вернуться к ним, они его отпускают. «И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областиначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи. И письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которые при доме Божьем и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь так, как благодеющая рука Бога моего была надо мной». Дай Бог, чтобы над каждым из нас была благодеющая рука Бога, когда мы разговариваем с нашими начальниками. А Анаемия понимает, что он не может ехать по разным областям без сопроводительных документов разрешений. И для того, чтобы ему получить строительный лес, ему тоже надо иметь письма от царя. «И пришел я к Заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал сие Санавалат, Хоронит и Тавия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». То есть все области начальники, которые там были, они не заботились о тех немногих израильтянах, которые там оставались. Они заселяли эти земли своими людьми, которые потом растворятся в племени самарян. И будут известны именно как самаряне. «И пришел я в Иерусалим». Мы видим с ним отряд воинов, с ним эти необходимые письма, иначе бы он не дошел бы до Иерусалима. «И пробыв там три дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце делать для Иерусалима». Вот каждый из нас должен что-то положить на сердце, чтобы сделать для Иерусалима. Иерусалим в наше время – это святая Матерь наша, Церковь. И каждый верующий должен делать ограду вокруг Матери Церкви. Ограда вокруг Церкви – это праведность рядовых верующих. Потому что в противном случае, как сказано в Писании, в послании к римлянам, имя Божие ради наших грехов будет хулиться у язычников. Не дай Бог, чтобы такое произошло. Мы всегда должны иметь на сердце, что мы можем сделать для Матери Церкви, когда мы в воскресенье идем в храм, или даже не имеем возможности посещать храм, но мы думаем об этом святом месте. «Что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима?» – размышлял он. «Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал». То есть нужны были лошади, ослы, быки для того, чтобы доставлять лес. «И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным и осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем». В нашей стране мы представляем, что это такое. Потому что за 70-летнее красноязыческое вавилонское пленение безбожников были разрушены многие храмы. «И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было со мною». То есть даже то животное, которое было с ним. «И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился». Почему это делается все ночью? Как можно ночью нормально все рассмотреть? Дело в том, что стены вокруг города – это военно-стратегический объект. Военно-стратегический объект. И отношение к восстановлению стен всегда воспринималось как восстановление военного статуса этого города. А так как они были под оккупантами, до какого-то времени надо было скрывать само это намерение – отстроить стены города. «И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю. Ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я до Толи ничего не открывал. И сказал я им» То есть до этого момента он ничего не говорил, но теперь он начинает говорить. «И сказал я им, «Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». «И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, то есть Артаксерса, о которой он говорил мне. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело». Конечно, без одобрения царя Артаксерса, Алангеймана, и без сопроводительных писем. Едва ли бы они согласились отстраивать город, строить стену, потому что это был вызов войны машине Вавилона. Вавилонян. Вавилонское царство, оно в какой-то момент было смещено персидским царством, поэтому, когда мы говорим Вавилон, Вавилония, не всегда надо думать, что там сохранялся этот режим, потому что персы, они захватили эту территорию. «Услышав, это Санавалат, вот эти области начальники, Харанит, Итовия, аммонитский раб, и Гешем, арвитянин, арвитянин – это араб, смеялись над нами и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете, уж не думаете ли возмутиться против царя?» Ну, какой-то делают деревянный забор вокруг города, это выглядело как что-то комическое, но их можно было за это обвинить в попытке мятежа. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Есть как бы два взгляда на этих людей. Один взгляд, что это какие-то были коллаборационисты, которые управляли территориями, оккупанты им поручили эти территории, а из точки зрения, что это просто были богатые люди. И они не хотели вкладываться в какое-то безнадежное дело. Им казалось, что восстановление стены Иерусалима — это какая-то несбыточная фантазия. Итак, сегодня мы окончили с вами чтение и изучение второй главы. В следующий раз, если мы будем живы, Господь позволит, мы будем читать третью главу этой книги, книги наиме. Иерусалима